Национальную премию в области физической культуры многие называют Оскаром в мире отечественного спорта. Получить статуэтку бегущего человека значит быть признанным всей спортивной элитой страны. В 10 номинациях выбирают лучших, показавших максимальные результаты в 2014-м. Награждают спортсменов, тренеров и даже регионы. Сейчас мы будем награждать самые активные, самые спортивные из них по итогам 2014-го года. На самом деле, естественно, что даже таковых было больше, чем три, но тем не менее три все-таки выделяются. За звание самого спортивного региона России в финале сражались Краснодарский край, Башкортостан и Калужская область. Экспертный совет, в который входят именитые спортсмены и тренеры, победу отдал Кубани. Мы рассматриваем как бы в целом результаты и спорта-киады, и детские соревнования. Понятно, что этот год, вот что бы мы ни говорили, год Краснодарского края, потому что Олимпиада, потому что действительно сделано очень много регионов, и он лидер по спортивным объектам, по развитию массового спорта, причем зачастую даже, может быть, не только спорта высших достижений, но и массовости. За развитие спорта в регионе награду из рук министра спорта и физической культуры. Виталий Амутко получает губернатор края Александр Ткачев. Этот регион, который последние годы демонстрирует не только, скажем, возможность проведения крупных событий, таких как Олимпийские, Паралимпийские, Формула-1, но вот сам край, ну, обладает уникальной программой развития, потому что практически в каждом муниципальном образовании построено спортивное сооружение. Не просто спортивное сооружение, это дворец, зал, лед, бассейн. В принципе, то, что он сказал, я хотел усвоить. Именно то, что не только Олимпиады и Формула-1. Действительно, мы построили за это время 500 только послестных площадок. Это буквально за 4-5 лет. 800 всевозможных спортивных, маленьких, больших проектов, из них 90 крупных спортивных объектов, дворцов. И, конечно, есть огромное движение, есть много соревнований, школа, институты, 15 ледовых дворцов, 4 года назад их было не одного. Много получается, много получилось, но, безусловно, конечно, еще мы далеки от идеала. С 2006 года на Кубани за счет средств краевого бюджета отстроено более 600 спортивных объектов. Среди них 40 многофункциональных комплексов, 18 бассейнов, 9 футбольных полей. И это не считая олимпийских объектов и профессиональных горнолыжных трасс. То, что полученный бегущий человек убегать из Краснодарского края не собирается, губернатор своих коллег в шутку, но предупредил сразу. Создавать условия для развития спорта на Кубани – это уже как соревнование. Физкультурные планы масштабные, но уже воплощаются в жизнь. По задумке, в каждом районе должен появиться универсальный спортивный дворец. Обязательные условия – наличие бассейна и ледового катка. И таких комплексов уже пять. Открывшийся в поселке Родники, где живут несколько тысяч человек, бассейн в хорошем смысле вызвал физкультурный шок. Чтобы растить профессиональных пловцов, теперь не надо далеко ездить. Занятия в бассейне бесплатные. Это вообще самый крутой бассейн. Он лучше, чем в городе намного. Тут очень хорошо. Хотели в бассейн ребенка отдать, а в город очень далеко. Вот очень хорошо, что здесь бассейн построили. И мне очень нравится. Я могу и сама вечером прийти с ребенком поплавать. Физкультурный комплекс в Белореченске. Совсем недавно здесь был пустырь. А теперь вместо травы четыре этажа спорта. На современной базе теперь преподают не только привычные дисциплины, но и весьма редкие виды спорта. Например, вьетнамское боевое искусство Вьет-Во-Дао. Раньше у нас проходили занятия в подвальном помещении, оборудованном самими нами. Сейчас же с появлением этого зала у нас, конечно же, возникают новые возможности. Условия более комфортабельные для занятий. Думаю, это не замедлит сказаться на результат. По статистике, 40% кубанских школьников занимаются в спортивных секциях. То есть массовый спорт набирает популярность. А чем больше любителей, тем выше вероятность найти среди них таланты, которые пойдут уже в спорт высоких достижений. Только за 8 лет число кубанских спортсменов в различных сборных страны выросло в три раза. Такой рывок, конечно, дала и Олимпиада в Сочи, которая дала и тренировочные базы международного уровня. Теперь в крае находятся одни из лучших в стране площадок для подготовки спортсменов. Конькобежный центр «Адлер-арена» переделан в академию тенниса, а на тренировочной площадке ледового дворца «Айсберг» открыт центр фигурного катания имени олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Мы проводили набор первого года обучения детей, и больше ста детей пришли к нам на просмотр, прошли отборы и зачислены к нам в группу. Я думаю, что это неплохое такое начало. По количеству построенных крупных спортивных объектов за последние годы Краснодарский край занимает второе место в стране, опережая даже Московскую область, столицу и Санкт-Петербург вместе взятые. И здесь не только заслуга олимпийской стройки. Многие объекты открывают уже после игр. Например, не имеющий аналогов в стране по масштабам комплекс тренировочных залов в Краснодаре. На трех этажах девять олимпийских видов спорта. От бокса и спортивной гимнастики до фехтования. Одновременно здесь могут заниматься до тысячи человек. Целый город спорта. Такого уровня залы, как сейчас здесь, это немного. Даже вот по миру. Потому что я работал не в одной стране, в нескольких. И скажу, там тоже очень мало таких залов. Там в стране может два зала даже, ну не более того. То есть оснащение очень даже приличное, так скажем. Суммы, которые в Краснодарском крае идут на развитие спорта, сравнимы с бюджетом среднего города. Поэтому 10 миллиардов рублей ежегодно действительно выглядят чемпионскими результатами. Александр Иванченко, Элина Касабова, Денис Москаленко. Москва, Краснодар, Сочи, Кубань-24.